Экосистему, экосистему работы актива, экосистему работы бизнеса на базовые составляющие. Первой базовой составляющей является подход к непосредственному активу. То есть, когда мы говорим, что мы хотим сделать, допустим, какого-либо актива, к примеру, там, ну, оффлайн бизнеса, допустим, там, завода какого-нибудь или еще чего-то, то нужно понимать, что децентрализованное управление возможно не во всех типах активов. Если в вашем типе активов до сих пор ведется бухгалтерия в табличках и тетрадках, то применить к ней децентрализованные способы и методы принятия решений, скорее всего, будет невозможным. Это очень важный момент, потому что сейчас комьюнити очень часто обсуждают, буквально, вот вчера был спор о том, что же может быть токенизировано. Вторая степень развития активов – это отцифрованный уже актив. Отцифрованный актив – это практически все активы, с которыми вы сейчас непосредственно работаете. То есть это те активы, у которых уже есть какая-то базовая степень цифровизации, и, как правило, они сейчас работают или на каких-либо ERP-системах, или же на бухгалтерских системах. Ну и мы еще относим к таким активам баз данных на приватных блокчейнах типа Hyperledger. Здесь ситуация уже получше, чем в аналоговых активах, но, тем не менее, вы должны понимать, что если, к примеру, денежный поток по вашему активу не до конца оцифрован, то, скорее всего, децентрализованное управление им будет достаточно сложным, потому что вы не будете видеть всю картинку. Эта проблема очень хорошо сейчас наблюдается в банковских системах, допустим, в основном в скоринге бизнеса, малого-среднего бизнеса. Банк не может практически качественно проскорить такой бизнес из-за того, что он не видит все денежные потоки предприятия, видит только одно или два юрлица максимум. Это все почему? Потому что бизнес, то есть актив вроде как оцифрован, но не до конца. И сейчас появился третий тип активов – это токенизированные активы. То есть токенизация актива отличается от цифербризации тем, что в таком активе все движение денег без исключений производится только на леджере блокчейна и желательно на леджере публичного блокчейна, то есть часто в основном эфир. На данный момент таких активов мало. Самый известный пример – это вот эти криптокарты, которые были в 2017 году. То есть там актив полностью и все движение денег эфира по нему и стоимости в том числе актива происходит только на блокчейне эфира. Сейчас мы видим тренд по появлению таких дабов, их все больше практически с каждым днем, в основном на базе блокчейна Tron. Ну и под это определение еще подходит некоторые из кейсов токенизации. Значит, вторая история, которая важна при внедрении DAO в актив, это история про решение по активу, то есть кто принимает решение. Сейчас, ну, это, конечно, грубо, но в основном решение по активу может принимать или собственник единолично. Это крайне неэффективная модель управления, потому что у собственника может быть плохое настроение, или он просто может не знать, как работает его актив, как бы это странно ни звучало. Второй тип принятия решения – это акционерное общество. Данный механизм принятия решения уже более качественный, но, тем не менее, сохраняет недостатки решений из первого ряда. Здесь же важно также то, что, в принципе, те DAO, которые мы сейчас видим, это некий перенос модели акционерного общества на блокчейн. Но если вы начинаете голосовать акционерами, вы не решаете проблем, которые присущи обычному акционерному обществу. То есть это все равно недостаток компетенции, это, возможно, недостаточное количество голосующих, что в конечном итоге приводит к ошибкам. Вот, собственно говоря, это третий вариант. И четвертый вариант – это та модель, к которой мы пришли в результатах своих исследований, в результатах своей работы – это экономически мотивированная DAO. Оно отличается от обычного DAO тем, что решения принимаются не акционерами, то есть не токенхолдерами этого проекта, а отдельными экспертными комьюнити, которые собираются непосредственно по тематике деятельности организации. И в такой организации, если по активу возникает какая-то проблема, которая требует принятия решения, то она, соответственно, выдается на голосование не акционера, а полуэкспертного комьюнити. И в таком случае экспертная комьюнити получает вознаграждение за решение этой проблемы, то есть мы это называем продуктовым майнингом этой проблемы. Вот. Соответственно, такому DAO присущи все особенности децентрализованных организаций. Это решения простые, то есть за или против, это маневренность и гибкость к внедрению инноваций. Вот. Здесь важно, что также могут по такой модели, ну, что по такой модели может происходить краудфандинг, который сейчас модно и является хайпом. Вот. Также такое DAO не нарушает право собственности, то есть те токенхолдеры, которые являются акционерами в этом активе, они также остаются претендентами на прибыль или дивиденды по этому активу. И самое главное отличие это то, что вознаграждение владельца актива за принятие верных решений. То есть, если, ну, у вас, допустим, есть какая-то проблема, если вы ее решили правильно, вы получили прибыль. Если неправильно, то убытки. Соответственно, для того, когда вы отдаете такие решения экспертам, вот, которые получают за это вознаграждение, ваши шансы принять правильное решение, соответственно, прибыль активу значительно повышается. Вот. Здесь, ну, наверное, это сложно, есть простой пример. Вот мы это рассматриваем, ну, можно на разных активах рассмотреть, как это работает. Ну, самый простой, вот, допустим, один из простых примеров, это роботизированные активы. К примеру, у вас есть таксопарк беспилотных авто. Кстати, сегодня Илон Маск сказал о том, что они будут реализовывать такую концепцию уже в ближайшем будущем. Вот. Этими роботами управляет смарт-контракт, которым владеет какое-то количество акционеров этой организации. Соответственно, ну, так как мы должны здесь внедрить DAO, то есть централизованное управление, то такой актив обладает другими признаками токенизированного актива. То есть все платежи происходят роботизированные, и они идут через леджер. Вот. И в итоге, значит, эта организация проработала, машины поездили, деньги заработали, появилась какая-то прибыль, она может покрывать, ну, не может, должна покрывать расходы по данному бизнесу. И вторая, соответственно, это распределение прибыли по активу. Вот. Так как денежный поток полностью токенизирован, ну, как это достичь? Установка IoT. То есть здесь мы пересекаемся с другой модной темой, это интернет вещей. А дальше. Вот. Ну, и, собственно говоря, зачем нужно DAO? То есть решения должны приниматься для того, чтобы какие-то проблемы преодолевать. Вот. В этом, в таком примере с автомобилями, с роботизированными, будут постоянно происходить какие-то проблемы, потому что они работают в реальном мире, они могут ломаться, могут останавливаться, у них могут быть какие-то инциденты. Вот. Соответственно, в нашей модели экономически мотивированного DAO вот такая проблема фиксируется в блокчейн. Далее определяется ее стоимость и вознаграждение за ее решение. Вот. Понятно, что здесь узкое место этой модели. То есть изначально, вероятно, стоимость и вознаграждение будут определяться вручную или же как раз самими экспертами. Ну, а далее с накоплением проблем, в принципе, становится ясно, сколько стоит решение какой проблемы. И далее эта проблема отправляется, соответственно, экспертному комьюнити специалистов, которые понимают, как работает такие, ну, такой бизнес. Вот. И они делают, ну, как бы решение этой проблемы. То есть майнинг. Почему майнинг? Потому что это очень похоже. Поступает некое событие. Есть некие голосующие ребята, которые голосуют за или против. Здесь важно то, что подобные эксперты, они получают вознаграждение только в том случае, если принимают правильное решение. У нас этот софт есть, мы его написали на эфире. Вот. Соответственно, если эксперт принимает неправильное решение, вот, то он не получает вознаграждение. Таким образом, эксперты всегда заинтересованы в том, чтобы сделать правильное решение проблемы. А что такое правильное и неправильное решение? Правильное и неправильное решение – это то решение, которое приняло большинство и привело к решению, ну, к какому-то событию по этой проблеме. А как понять, оно правильное или неправильное? Как раз в этом и есть магия этой голосовалки. То есть, когда, если эксперт получает, ну, комьюнити экспертов, допустим, ну, мы вот достигли числа 150 человек, они получают какую-то проблему, они должны быть чем-то мотивированы. Мотивированы заработать деньги. Вот. Соответственно, если они мотивированы заработать деньги, а это является достаточно весомым мотивом, вот, для людей, то они стараются принять то решение, которое позволит им получить деньги. Решения других экспертов они не видят. Вот. И они не знают, как будут голосовать все остальные 150 человек. Соответственно, этот механизм и позволяет за счет алчности и желания заработать денег каждого отдельно взятого эксперта принимать решение наиболее вероятное, которое будет правильным по этой проблеме. То есть, это неправильное решение? Ребят, давайте, да, Дим, давай вопрос-ответы позже, просто по таймингам. Да. Ну, и здесь важно также еще сказать, то, что 150 человек, это, конечно, не показатель. То есть, их должно быть намного больше, ну, когда эта модель станет распространенной. Вот. Ну, и здесь очевидно, что, когда у нас накопится информация по таким проблемам, по, ну, то есть, у нас есть некий тип активов, в котором, скорее всего, через некоторый период времени будет полностью выбран весь пул возможных проблем. вот, потому что проблем в бизнесе не так много на самом деле. Вот. И далее, значит, путем таких вот решений выработается некий набор, ну, их правильных решений. Все это нам позволяет сделать то, что мы называем экономическим искусственным интеллектом, то есть, позволяет решать проблемы по активам уже без участия вот этих экспертов. То есть, условно говоря, мы накопили некие данные, вот, мы обучили, значит, интеллект, как он должен работать, и далее уже это происходит автоматически. При этом, денежная мотивация за экспертами, которые участвовали в накоплении данной, ну, в обучении данной машины, может оставаться, что может быть достаточно весомым, также экономическим мотиватором. Вот. Соответственно, здесь мы получаем вот такую интересную синергию, когда у нас есть, с одной стороны, активы, в которых есть собственники, которые имеют проблемы и хотят их решать. С другой стороны, у нас есть децентрализованные технологии, в том числе технологии DAO, которые позволяют принимать эти решения. И далее мы, соответственно, получаем возможность использовать здесь модные, ныне, большие данные и интеллект, что может привести, в случае удачного сочетания этой синергии, соответственно, к появлению новых вот таких экономических историй. Но мы уверены, что, скорее всего, так оно и будет. И здесь... Там еще есть слайдик? Воу. Воу, дожди еще. Ну, это вероятные проблемы. И здесь возникает вопрос. Почему в первом слайде было написано слово «телеграм»? Телеграм здесь важен в том, что он сейчас по факту является неким объединением как раз комьюнити по схожим интересам. То есть, условно говоря, если вы интересуетесь криптовалютами или торгами на биржах или инвестиционными идеями, как вот Лео, то вы участвуете в комьюнити, которые... Ну, в чатах, в группах комьюнити, где это все происходит. Если вам интересна, допустим, интернет-торговля, или же вы фанат кофе, то, скорее всего, вы получаете информацию в каких-то группах или чатах, которые занимаются этими тематиками. Соответственно, для того, чтобы не строить больших сложных интерфейсов, как вот мы видели в «Арагон», чтобы не получать вот это ограничение по развитию этой всей истории, то имеет разумный смысл внедрять такие технологии, в первую очередь, там, где уже есть похожие комьюнити, которые готовы голосовать, которые готовы участвовать, и которые, соответственно, имеют достаточное качество и активность с точки зрения аудитории. Эти аудитории сейчас в основном светочечных Телеграмм. Ну, так получилось вот исторически. Ну, наверное, на этом все. Если кому-то интересны такие модели, то буду рад ответить на вопросы. Да, друзья, давайте тогда один-два вопроса зададим, Дмитрия. Вот, Ярослав, да? Представься только ей. Ярослав Логинов. Я лет шесть криптой занимаюсь. Ну, там, ну, там, ну, что с банка, как с... Ярослав любит писать про нас нехорошие слова в Фейсбуке, вот, которые я периодически читаю. Ну, мы достаточно опытные старые предприниматели, и наша деятельность всегда оцелена на созидание. Вот, соответственно, в нашей области, в области криптовалют и, ну, скажем так, новых технологий, каждые две месяца меняется рынок. Вот, это уже происходит. Если ты на шесть лет на рынке, ты должен знать об этом. Меняется, нет? Ну, в стартапах всегда все меняется. Нет, на нашем рынке. Ну, как бы, ну, вообще все идет туда, куда оно идет, и все хорошо. Ярослав. Вот, и, соответственно, так как рынок меняется, мы меняемся вместе с ними. Но, к сожалению, не все участники рынка могут об этом думать. Вот, нужно об этом думать. Потому что если компании двигаться на рынке крипты в одну сторону, как, так сказать, паровоз или трамвай, то, скорее всего, это все быстро закончится. Рынок меняется. Зимой был пессимистический рынок. Апатия, соответственно, мы сократились. Сейчас рынок оживляется, мы наращиваем все по-прежнему. Точно такое же было, на самом деле, в 2016 году. Я, знаете, просто в тысячный раз привожу пример этот про комьюнити. Какое-то время я в США провел. И когда что-то пытаешься делать, я вообще хочу сказать, вот, кстати, здесь стоит один человек, который фразой меня вдохновил. Он сказал, вот человек, который пытается что-то в России сделать с нашими законами, с нашими вот политическими реалиями, он красавчик. Потому что в этой стране быть предпринимателем сложно. В США и в России комьюнити смотрят по-разному. Если, например, в России комьюнити смотрят, говорит, фу, отстой, говно, у тебя не получится, все уже все сделали, то в США говорят, блин, дружище, не получилось, попробуй так или вот так. У тебя все получится, ты красавчик. Какой момент, я, правда, сейчас хочу к этому сказать, Ярослав, когда вот часто мы задаем разным людям вопросы, что с вашим проектом, что с нашим. Если проект в чем-то обвиняют, то где решение суда? Если есть решение суда, значит, можно говорить, что там проект какой-то такой плохой или хороший. Как-то говорить про разные проекты плохо, но, наверное, в том комьюнити, где мы находимся, может быть, просто стоит в некий момент всем просто объединиться и начать что-то делать. По крайней мере, я видел, как ребята работают. Я встречался с американской командой в Нью-Йорке, с Бланк Эксом. Мы с Игорем виделись в Оксфорде. Ну, я по крайней мере видел работу. Здесь даже вопрос не в работе. Здесь просто вопрос в том, что если вы делаете новую экономику, то далеко не все в этом заинтересованы. Есть достаточно участников экономической деятельности, которые далеко не в восторге от того, что вы получаете возможность пользоваться децентрализованными деньгами и тем более еще переделать на это вход активы. И таких участников много. Если ты их не встречал, то просто надо поискать. Давайте дальше. Окей, есть? Да, еще одна. У вас? Нет, у вас есть вопросы? Георгий Вербинский. У меня вопрос такой. А вот в предложенной схеме, мне кажется, может быть некий конфликт интересов, то есть на совпадение интересов долгосрочных собственников актива и вот этого вот экспертного комьюнити, которая принимает решения. Вот здесь какое-то... Ну, понятно, да, о чем я говорю? Да, абсолютно верно. Долгосрочные интересы могут отличаться. То есть у этих ребят интерес проголосовать, причем большинством голосов, да? А долгосрочные интересы... Да, здесь это абсолютно точное замечание. И именно поэтому децентрализованные организации сейчас еще не действуют. Потому что там всегда идет разнобой интересов. Потому что достаточно много собственников, особенно вновь обрежь право собственности, вот, это есть централизованное комьюнити, они хотят порулить, поголосовать, там, попробовать то другое. Но рано или поздно эта история просто, ну, актив проходит эту стадию развития и уже выходит на экономическую эффективность. Тогда это может быть возможно. Это, я думаю, вообще, в принципе, что такие схемы будут начинать работать, в первую очередь, в тех активах, в которых не очень интересно участвовать в их жизни. Допустим, это простые какие-то активы, типа там, ну, франшиз оффлайновых, или же каких-то децентрализованных игрушек маленьких. Этот процесс уже в троне присутствует. Окей, друзья, причем там, извините, очень важно то, что такие активы должны быть только дивидендами. То есть, там, никаких утилити токенов, никаких там возвышенных миссий нет. То есть, приняли решение, получили прибыль и распределили, и все. Друзья, ну что, давайте поблагодарим Дмитрия. Дмитрий, спасибо за информацию. Дмитрий, спасибо за внимание.